Еще новости вокруг Украины. Сегодня объявлено, что Европейский Союз выделит Киеву миллиард 800 миллионов евро в дополнение к миллиарду с лишним, уже предоставленному в прошлом году. Решение должен еще утвердить Европарламент. Таким образом, еще больше вырастет зависимость украинской экономики от иностранных кредитов. Как раз сегодня приступила к работе очередная миссия Международного валютного фонда. А накануне полмиллиарда евро пообещала Германия. Туда за деньгами приезжал Арсений Яценюк, который потом высказался еще и на другую тему. Фрагмент телеинтервью наводит на размышления о картине мира, с которой живет второй человек в пирамиде киевской власти. Как вы собираетесь убедить канцлера продолжить оказывать помощь вам и вашей стране? Германия, лично канцлер, делают очень многое, чтобы восстановить мир на Украине. И не только на Украине. Но также и для того, чтобы обеспечить стабильность во всей Европе. Российская агрессия на Украине – это посягательство на мировой порядок и порядок в Европе. Мы все прекрасно помним о советском наступлении на Украину и Германию. Этого нужно избежать. И ни у кого нет права переписывать результаты Второй мировой войны. Мы не поверили своим ушам. Уверен, зрители тоже, мягко говоря, удивлены. Но Итюнюк действительно говорит о неком советском наступлении на Украину и Германию. То есть делает ровно то, на что, как он сам подчеркнул, права нет ни у кого. Пересматривает главный итог войны. Мир, в том числе и Германию, освободил от фашизма Советский Союз, в состав которого, кстати, входила Украина. Красную армию, наступавшую с Востока, поддержали тогда страны Запада, входившие в антигитлеровскую коалицию, среди которых и нынешний покровитель киевской власти Соединенные Штаты Америки. Журналистка в берлинской студии слова Итюнюка никак не откомментировала или не расслышала, или не нашла, что ответить. Сегодня же в столице Германии, совсем рядом с резиденцией Ангела Меркель, кортеж украинского премьера встретили противники силовой операции в Донбассе, которые принесли также лозунги с протестами против расширения НАТО и против поддержки фашизма.